Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Провинорфорта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, усиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. Немае сечи, терпите ци, пекель не борошна. Появился очередной корявый вброс про то, что СБУ якобы присылает повестки жителям Украины в социальные сети. Почему это вброс? Эмм, ну, тут как бы несложно догадаться. Послушайте. Узнаете этот легкий, почти незаметный акцент? Рекомендую во время дальнейшего прослушивания засунуть в уши вату, чтобы не травмироваться. Но Раптор, вот буквально от вчера я отримал повестку в ТСБУ до войскомата. Вы можете себе это уявить? Это какая-то маячня. Да еще и подивиться, в каком тонне они ее преподносят. С погрожами. Это просто треш. И что теперь будет далее? Почнем шукать злодеев в ТикТоке, или, может, будут рассылать повестки через Ватсап. Это просто ганьба, панове. Напишите в комментариях, или вы повирили, или не повирили в эту информацию. Очень интересно. Да не ста мы прям. ТСБУ не повинно ловить справедливых злодеев, а не шукать невинных людей в социальных мережах. Хе-хе-хе. Кажется, я знаю, чей сын создавал это и псо. Мискоязычная челюсть у меня. Я не заговорю, колды-молды вот это. Продолжаем, панове. На одном из взломанных телефонов нашлось видео, как вагнеровцы воспитывают своего чмобика. Обещаю завтра быть в 9.00, трезвый, без всяких... Число скажи. А что не такое? 23. 23. 0,2, а 20... 23. Если ты *** пацанов, что с тобой делать? Что хотите. Понял, пацаны, все слышали? Есть ощущение, что он не сдержал свое обещание. Ну, потому что есть и второе видео. Я извиняюсь, очень дико перед всей батареей, перед всеми пацанами. Очень сильно я виноват при его. ЧВК Вагнер, дружный коллектив, хороший ведущий, интересные конкурсы. Но, если честно, мне нравится, как они сами друг друга морально уничтожают. Продолжайте так же. У Соловьева случился истерический приступ. После слов Арестовича он буквально обезумел, начал пытаться говорить на украинском языке и брызгаться слюной. Они искренне считают, а вот это симптом очень тяжелого психологического расстройства, они искренне считают, что они имеют право устанавливать стандарт украинцев и определять, кто есть украинец. То есть они сидят в тройках таких, как бы за столом, да, и показывают, это правильно украинец, это неправильно украинец. И тут путинского песика накрыло. Тупая скотина, у меня до тебя есть вопросы. Одно. Ты дебил? Да? Один вопрос. Ну это просто. Пытание у меня первое какое? Значит, теперь два. Нет. Чего не на державной моге разговариваешь? Второе питание. Ты чего не на передовой? Опа. Узнали стиль. У меня до тебя есть вопросы. Привет, друзья украинцы. Нещедавно я увидел видео в соцсетях телеграм. Видимо, у них один учитель украинского языка на всех. А вообще, Соловьёву пора бы уже и гимн Украины выучить. Дадим ему право исполнить его на Красной площади. Повелитель российского народа сделал очередное заявление. Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, а в условиях сегодняшнего дня чрезвычайно важный. Речь идёт о информационной безопасности России. Начнём работать, пожалуйста. А теперь попробуйте не слушать то, что он говорит, а просто посмотрите на его действия. То ручку поднимет, то папку откроет. Володя, ну чего нервничаешь? Тревожненько как-то, да? Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, а в условиях сегодняшнего дня чрезвычайно важный. Речь идёт о информационной безопасности России. Начнём работать, пожалуйста. Судя по его движениям, говорить он должен был примерно следующее. Я хочу какать, Путинка покакать. Хорошо. Вот так куда логичнее. Как думаете, почему Путин такой нервный? Напишите в комментариях. Телеканал «Россия-1» считает своих зрителей необразованным стадом. Там выдали очередную порцию лжи, от которой даже Гебель собалдел бы. Только послушайте это. Владимир Зеленский согласился передать Варшаве западные территории Украины. Подробности этой сделки опубликовали польские СМИ. На фоне бедственного положения ВСУ на фронте, Зеленский якобы готов отдать Волынскую, Равенскую и Львовскую области в обмен на военную помощь. Кроме этого, он предлагает польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские компании. По данным польских СМИ, лидеры двух стран заключили негласный договор. Слушайте, ну как можно выдумать полнейший бред и рассказывать его по центральному каналу в прайм-тайм? Это какой-то позор. По вашей схеме можно много новостей придумать. Ну, например, Владимир Путин убежал от российского народа и скрывается в горах, дабы те не растерзали его. Путин вынужден питаться ягодами и мышами, которые встречаются ему на пути. Вернется ли он когда-нибудь, никто не знает. А что, видео показали, текст вроде тоже подходит. Так и работает российская пропаганда. Все равно никто проверять информацию не будет. Российские звезды остались без контрактов. Бренды ушли, большие компании ушли. Поэтому они соглашаются на все, чтобы заработать рубли. Дорогие друзья, я обязательно приеду в Гагаузию. Уютный уголок Молдовы, который усилиями моих друзей Илона Шора и Евгении Гуцул станет настоящим краем мечты. Теперь дело за вами. Именно вы должны решить судьбу своего региона. Выбрать, кому его доверить. И знайте, для меня расстояние не преграда. Когда есть уверенность, что на сцене в Камрате ждут друзья, подпевать будет весь гагаузский народ во главе с Башканом Евгений Гуцул. Вот именно так и выглядят первые беженцы от электронных повесток на РФ. Гагаузия, я тебя сердечно приветствую. Дорогие друзья, уверяю вас, что я с вами и очень люблю вас. Я рад, что этот замечательный край может сегодня выбрать путь развития вместе с нашей замечательной Женечкой Евгенией Гуцул. Она часть профессиональной команды, возглавляемой моим другом Илоном Шором. Мне интересно, чем с ними расплатились за такие вбросы? Но Баскову и Киркорову, понятно, дали пару палок колбасы. Может, даже не колбасы. Не знаю, как принято в их клубе. Но это же особь вроде бы не из их содружества, так сказать. Друзья, приветствую вас. Я с большой радостью узнал, что Евгений Гуцул будет баллотироваться на пост Башкана Гагаузии. Кстати, вчера в Молдове этого самого Илана Шора, лидера пророссийской партии, приговорили к 15 годам лишения свободы за кражу сотен миллионов долларов. Такие дела, Филя и Коля. Видимо, и тут денежек не заработайте. У жителей России все идет по плану, за что бы они ни взялись. Жек, это убери ты УАЗик. Убери ты его оттуда вам, б***ь. Вдруг сюда пойдет и б***ь, 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 уазик. Пошла, я говорю тебе, убегай. Б***ь, да, УАЗику? Ммм, как и стране. Так, стоп. Если УАЗику это сами знаете что, то на чем же они теперь воевать будут? Хммм, ладно, ладно, я ни в коем случае не недооцениваю армию России. У них же еще Т-34 есть. Пошла, я говорю тебе, убегай. Б***ь, да, УАЗику? Кстати, отличное место для Киркорова и Баскова, чтобы заказуху снимать. Б***ь, да, УАЗику? Б***ь, да, УАЗику? Ньюс 200, оставляйте свои комментарии, лайки, это очень нам поможет. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok УАЗ Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...